Да, если можно, чуть-чуть короче, чем вы отвечали с трибуны, по садикам, которые необходимо получить в коммунальную собственность, или которые у нас уже есть в процессе садика. Которые председательные заработки, они забыли, в основном у нас на улице. Да, тут вопрос не стоит в том, чтобы получить их в коммунальную собственность. Речь идет о тех садах, которые относились к определенным ведомствам, были проданы в частные руки. И в соответствии с законодательством Украины детский сад не может быть профилирован ни под что другое, кроме как под детское учебное учреждение. То есть никто не говорит о том, что это должен быть обязательно коммунальный детский сад, городской детский сад. Это должно быть дошкольное учреждение, которое может быть и частной формой собственности. Другой вопрос, что люди, которые приобретали эти здания, не соблюдают эти условия. Вот на это должны обращать внимание, в первую очередь, правоохранительные органы. Мы со своей стороны информируем сразу. Вопрос о детском саду, например, о котором говорил депутат, поднимался два года тому назад. Он, собственно, эту ситуацию и описывает. Мы не имеем права вмешиваться в частный бизнес, рассказывать людям, что им делать со зданием. Но есть закон, который четко регламентирует, что дошкольное учреждение ни под что другое не может быть использовано. Свой доклад я размещаю на страничке Департамента образования. Давайте на специальном номере разместим. Давайте. У меня есть четкая цифра, их достаточно много. Мы сегодня говорили о пяти детских садах. Это те, которые у нас под угрозой перепрофилирования, поскольку, как еще раз буду апеллировать к депутату, они закрыты большим забором. Я, например, даже не знала, что там находится какая-то община. Мы не имеем права делать приоритет для детей из Одессы. Закон про дошкельную освиту, его в действующей версии не предполагает подтверждение места жительства или регистрации. В отличие от закона Украины про освиту, где четко написано, что первоочередными поступают дети, которые живут на конкретной территории, зарегистрированные на ней, имеют какое-либо документальное подтверждение. Дошкольники обязаны принимать детей, которые стоят в очереди. То есть мы никак не можем отдать предпочтение одесситам или людям, работающим в городе Одессе. Мы обязаны в соответствии с очередью принимать детей просто по очереди. Поэтому дефицит мест у нас 3000 на сегодняшний день. Сокращается он медленнее, чем мы открываем новые места, потому что вводятся в эксплуатацию высотные дома без дошкольных учреждений. И я повторюсь, наши детские сады, например, тот же 43-й, всего на 40% загружены, зарегистрированы в Одессе детьми. Скажите, пожалуйста, два момента. Во-первых, можно ли понимать так, что в очереди в детских садах на равных правах может оказаться дети, мягко говоря, очень отдаленных от детской территории, которые по какой-то прихоти их родителей или по какой-то жизненной ситуации... Я не думаю, что речь идет о прихоти родителей. Скорее всего, я не думаю, что у кого-то есть просто желание возить ребенка за сотни километров в детский сад. Скорее всего, это люди, которые нелегально живут в Одессе, имею в виду, они здесь не зарегистрированы. И им действительно, они снимают жилье неофициально. И они на общих условиях? Абсолютно. Интересный закон. И второй секундочку. И второй момент. По поводу помещения детских садов... Регистрируются в системе регистрации, нет графы места регистрации. Мы по закону не имеем права это учитывать, поэтому они регистрируются на общих основаниях и помещаются в общую очередь. И мы даже отслеживать, где эти люди официально прописаны, не имеем права. Скажите, по поводу тех помещений детских садов, зданий, которые могут использоваться или использоваться не по просьбе. Я сам помню, это был конец, девяностое, 2000-х, когда в таких детских садах были различные конторы. И сейчас есть. И сейчас есть. Что планируют делать с тем, что уже используются? Если это городских садов, городских, муниципальных, в которых расположены конторы в районе 20-ти, это, как правило, не конторы, а государственные учреждения или городские учреждения. Это полиция, это суд, это наш департамент социальной защиты, где мы ищем помещения, куда их просто переместить, чтобы они с удовольствием переедут, чтобы освободить 12-групповой детский сад на поселке Котовского, который нам очень нужен. Таких 20. В основном это частные учреждения. Вот тот же сад Ориона, о котором сегодня шла речь. Если вы туда заедете на территорию, это просто из фильма ужасов. Там находился цех по производству подошв резиновых. Весь этот запах шел в группы действующие. Родители очень возмущены, что мы закрыли сад, но вас туда пустят, просто зайдите, посмотрите. Там детям находиться нельзя. Там просто, извините за такое нелитературное слово, пузом висит потолок, расходятся плиты перекрытия, и это опасное учреждение. Скажите, правильно ли я понял, что те 20-20 учреждений, бывшие детские сады, где сейчас находятся другие структуры, сейчас ищут способы для того, чтобы их освободить и реконструировать? Вероятно, начать использовать. Правильно, по информации Департамента коммунальной собственности, они отслеживают время аренды. То есть эти все учреждения не переданы конкретным структурам. Они все так же в коммунальной собственности, и они сданы в аренду на время пользования. Заканчивается период аренды. Это образование могло разорвать досрочно, потому что сады действующие, и мы просто досрочно в одностороннем порядке, опираясь на закон, выгнали из групп, которые были заняты частными конторами. И таких групп я называла, только за этот год 20 мы освободили и открыли уже. То же самое будет происходить и дальше, но мы понимаем, что сегодня, допустим, тот же Киевский суд выселить, это просто нерентабельно, потому что он перестроен весь, отремонтирован под потребности суда, и для того, чтобы там открыть детский сад, ну проще, наверное, новый построить. Скажите, находитесь ли вы в диалоге с управлением архитектуры и градостроительства, которое как раз не выдает условия обоснования для строительства высоток, которые сдаются? Мы не в диалоге, тут вопрос в другом. Каждое решение, разрешение по поручению городского головы проходит через департамент образования. Даже те конфликтные моменты, которые сегодня возникают в городе, если поднять каждый, то там есть письмо департамента образования, где прописано, сколько школ и садов там должно быть. Поэтому это даже не диалог, это, ну скажем так, запрос-ответ. Нас спрашивают, каким количеством учреждений должно быть подкреплено это строительство, мы выдаем соответствующие рекомендации, есть четкий расчет по количеству квартир. А вы можете что-то сделать в том случае, когда ваш запрос не удовлетворится? Мы можем присоединиться к тем, кто возмущен. И, соответственно, эти вопросы должны решать и органы, которые на то полномочены. Мы не полиция, не ГАСК, мы не можем этого делать. У нас есть своя... Сколько новых групп открыто в этом году? В этом году 20.